Водителя самосвала, который устроил жуткое ДТП на трассе М5, задержали. 36-летнего шофера отправили в изолятор временного содержания. Момент страшной аварии попал в объектив камеры наблюдения. По предварительным данным, у грузовика отказала тормозная система. И на спуске машина понеслась вниз. Первый удар на себя приняла Лада Гранта. В ней было два человека. Они погибли. Далее под пресс самосвала попали Рено Сандеро, Аудику 7, ВАЗ 14 модели и грузовик марки Сину. Вот он, сзади. Два человека погибли на месте. Семь получили травмы. Но в больницу Котов-Ивановска доставили четверых. Двое в состоянии средней степени тяжести. Еще двоих после осмотра врачи отпустили лечиться домой. В ГАИ добавили, авария произошла на 1649-м километре автодороги Москва-Челябинск. На мосту велись ремонтные работы. При этом правая полоса по ходу движения в Москву была заблокирована бетонными блоками. По факту ДТП, произошедшего 16 июня текущего года в дневное время, на участке автодороги Москва-Челябинск в Котов-Ивановском районе с участием шести автомобилей, вследствие у МВД России по Котов-Ивановскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрено частью 5 статьи 264 УК РФ. Впоследствии аварии несколько часов разбирали сотрудники МЧС и спасатели. Инспекторы ГАИ опрашивали свидетелей. Этот участок трассы был закрыт практически весь день. Вот во что превратилась лада Гранта, которая приняла на себя удар самосвала. В легковушке была супружеская пара из Башкирии. 36-летний водитель самосвала, у которого отказали тормоза, задержан. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Заведено уголовное дело. К расследованию инцидента подключилась и прокуратура. Служители закона дадут оценку, как предприятие могло выпустить на линию большегруз, соблюдал ли водитель режим труда и отдыха, как проводились предрейсовые технические и медицинские осмотры, а также были ли нарушения при ремонте дороги.